Продолжаем наблюдать за замечательным турниром под названием Dota 2 Professional League Season 3. Второй матч сегодняшнего дня противостояние Vichy Gaming Jeremy против команды FTD Club C. Ну и что мы видим? Лайфстиллер Лина и Earth Spirit от команды Vichy Gaming Jeremy. Ну и также FTD Club C отвечает пиком Варлока, Лондруида и Слардара. Вот так вот Лондруид давненько что-то мы не видели. Посмотрим, посмотрим, насколько он сейчас хорош. В нынешних реалиях Dota. Ну и быстренько давайте пройдемся по банам. Магнус, Абадон, Урса Вариор и Темплар Ассасин в бане от команды Вариор... О, господи. Vichy Gaming Jeremy, конечно же, забанили этого замечательного персонажа. Monkey King, Алхимик, Сенкинг и, конечно же, Акс отправляется в бан от команды FTD Club C. Ну что ж, ждем четвертый пик. Это легионочка заезжает для команды FTD Club C. И интересный выбор, безусловно. Ну и чем ответит у нас команда в Vichy Gaming Jeremy? Моментально Darkseer, без лишних разговоров. Старая добрая связочка Darkseer против Earth Spirit, который будет роумить под щетулечкой, врываться на Роллинг Болдере с огромного-согромного рейнджа. Все это круто, конечно. Ну, опять же, стоит забанить что-то сейчас против команды Vichy Gaming Jeremy. Ну, опять же, скорее всего, саппорт остался, да, действительно. И понимают, это у нас парни из команды FTD Club C. Сразу банят СМ-ку, моментально бам, джиггернаут от команды. Vichy Gaming Jeremy. Ну и последний пик. Так, интересно, что же сейчас заберут себе парни из команды Vichy Gaming Jeremy? Им бы что-нибудь с минус-армором под лайфстилера было бы неплохо. Дазл, может быть, какой-нибудь. Ну, это Visage. Visage мы вчера уже видели. Был неплохо, саппортящий. Ну, почему бы и нет? Ну и ответ от команды FTD Club C. Что же это будет? Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Ну что ж. Есть, в принципе, время дополнительно еще подумать о FTD Club C. Почему бы и нет? Поразмышлять, так сказать. Подумать о мировоззнании в целом. О смысле жизни. Ну или, возможно, решать действительно, чем лучше отыграть. Но им, опять же, вопрос, Слардар оффлейновый или саппортящий? Скорее всего, в оффлейн, наверное, отправят его. Хотя Легионг тогда куда пойдет? В мид? Нет, Лондруида также можно отправить в мид. Вообще непонятно, на самом деле, в FTD Club C. Я что-то запутался немножко. Запутался я. Ну что ж, ждем. Ждем команду FTD Club C. Что же они себе сейчас заберут? Осталось 5 секунд. Фантом Ассасин. Фантом Ассасин в мид, я полагаю. Интересно. Ну ладно. Выбор сделан. Пики сделаны. Пиков больше нет. Ждем, пока игроки разберут своих героев. А в это время я еще раз напоминаю всем, кто, возможно, только что присоединился к нашей замечательной трансляции. Мы наблюдаем за Дота 2 Professional League Season 3. Дивизион ТОП. ТОП ЛИГ. У них там называется теперь не по дивизионам, а ТОП ЛИГа. Второй матч. В ВИЧ Гейминг Джереми против команды FTD Club C в формате Best of 2. Это только первая карта, и мы сейчас будем вруваться. Осталось 5 секунд. Надеюсь, лагать не будет. Так, надо перекреститься. Подождите сейчас секундочку. Православная сила поможет нам справиться с серверами Perfect World, чтобы больше не лагало. Ну что ж, поехали. Ну и так, матч противостояния начинается. Моментально разбиваются смоки. Побежали уже игроки у нас расставлять вижены, так понимаю. Да, в миде у нас находится уже Слардар с Аппсервером. Здесь также у нас уже поехал товарищ Фенриер. Расставлять попутно варды. Раз вард. Кстати, нестандартная точка такая за деревом. Интересно. На топе также воткнули у нас один Аппсервер. Здесь у нас был Мистер Агрессив. Ну и, собственно, в миде поставили у нас команду FD Club C. Пока что в миде один. Опс. Больше я нигде не вижу. Так, медведь. Медведь с топориком уже готов фармить. Все понятно. Это, похоже, медведь в легкую, да? Похоже на то. В мид отправится у нас Фантомка. И в Офлэйн у нас, наверное, пойдет все-таки Легионка, да. Ну и ромить будет Слардар, соответственно, на сапоге. Ну и саппортящий будет Варлок. Здесь все, теперь разобрали. Все понятно. Ну что ж, давайте смотреть. Похоже, ранняя агрессия какой-то нам не предвидится в этой игре пока что на рунах. Хотя вот бежит у нас товарищ RZH. Может быть, ему тут объяснят? Нет, не объяснят. Ну что ж, начинается игра. Разбирают игроки пока что баунтируны. Без ранних стычек каких-то обошлось. И расходится по лайнам. Давайте посмотрим, как у нас будут стоять лайны у команды Vichy Gaming Journey. В оффлайн отправляется Ротикей. Конечно же, в мидбей стоит фриз на линии. Фенрир будет ромить на Earth Spirit. В легкой будет фармить, само собой, агрессив. Ну и помогать ему с этим будет FY на визаже. Ну и разошлись игроки по лайнам. Тут у нас опять же фантомка будет стоять. Ромищи AWW. А WW называйте кому как удобнее будет. На Слардаре отыгрывать. LWW. Боже, какие интересные никнеймы просто в Китае. Это что-то с чем-то. Сломай себе язык, как говорится. Ну что ж. Фенрир уже подходит к боту. Начинается врыв. Проблемы у Леуна. Леунан. Леунана. Вот. Так правильно. У Леунана могли быть проблемы, но его пробили на половину хп. И, собственно, отпустили в освояти. Ну и тут, похоже, пока что соло лон друид. И у нас агрессивная трипла на топе против агрессивного агрессива. Вот так вот. Кстати, кто-то сюда уже летит. Сюда летит Фенрир. Ой-ой-ой. Нашли у нас тут Слардар. Сейчас Слардар чем могут быть проблемы. Нужно быть ему поаккуратнее. И краша у него пока что нет. В откате он. Но у него есть тапок. И мувспид у него поболее, конечно. Убегает он пока что здесь. Но он, конечно, много времени тратит все-таки на этого Слардара. Пока за ним гоняется. И, скорее всего, еще не догонит. Ведь не догонит же Манситон. Там в миде уже неплохо разминает нас фантомка Тачфриза. Так как он вынужден юзать уже фласку. Но Слардара все-таки догнали. Все-таки догнали. И он погибает. Это ферст бат, можно сказать, что для команды Вичи Гейминг Джереми. Так, ну ладно. Счет 1-0. Отлично начинает Вичи Гейминг Джереми. Развращаются на лайн два саппорта команды. Этой же. Здесь у нас продолжает стоять дабла от команды Федик Лапси. В виде легионки и Варлока. Но и в свою очередь продолжает стоять соло у нас с Лондруид. Ну и, кстати, больновато Ротикея. Да, я понимаю теперь, почему оставили пока что одного Лондруида. Как только появится пятый левел, Ротикея будет страдать, к сожалению. Как ни крути, здесь корни прокнут. Там пол лица не будет. Так, в мид перетягивается у нас Фенриер. Возможно, будет попытка выйти на товарища Зетувая. Но посмотрим, как. Нет, не удалось выйти, потому что промазал Фенриер немножко у нас Роллинг Болдером. Не удалось замедлить, так что фантомки сделать ничего не получилось. Ну что ж, Райан был потрачен тем временем от команды FTD Клапси. Фармить продолжает у нас товарищ Леона на Лондруиде. Без особых проблем, даже несмотря на то, что против него стоит Ротикея на Дарксире. На топе, кстати, может быть будет агрессия на Агрессива. Как это звучит? Агрессия на Агрессива. Но на самом деле так-то оно и есть. На развороте вкатывается Фенриер. Увернулся у нас РЗТАЖ. Краш хороший залетает нас от Слардара. Здесь драка продолжается. Камушек по-троим полетел. Агрессив. Нужно бежать отсюда. Подходит Слардар. Ну, кстати, очень битый у нас FTD Клапси. Но в итоге есть Шадоу Ворн, замечательный, который юзает Варлок и отхиливает своих тиммейтов. Оставляют у нас, я так понимаю, до одного Ротикея полностью против Лондруида. А Лондруид уже побежал своей мишкой гонять этого самого Ротикея. Чуть-чуть осталось ему получить. Еще буквально пол-левела появится пятый левел. Будут корни у Медведя. И тогда Ротикея будет страдать на лайне очень сильно. На топе, кстати, у нас перетянулся Фай на визаже сюда. Тоже не по шансам. Подтягиваются, кстати, и Фенрир. У нас сейчас будет полноценная Трепла на Треплу. Я смотрю в чатике спрашивают, может ли Гуля залезть в Гаргули. Нет. Если бы он мог, это была бы Мба. Нельзя залазить летающих юнитов. Новое топливо. Новое топливо. Что? Кто придумал эту озвучку для Алины? То тройной огонь, то новое топливо. Что вы не могли нормальных фраз подобрать? Я помню в первой доте там. Да, мой зайка там, грубо говоря, там и так далее. Были хорошие фразы. Сейчас просто ужас какой-то. Кто придумывает эту озвучку? Можно в воркшоп свою озвучку добавить? Я бы добавил с удовольствием. Так, врывается у нас тут, кстати, земелья. Неплохо на легионку. Стан. Хватит ли урона? Да, погибает. К сожалению, легион командора. Это 2-0 для команды Вичи Гейминг Джереми. Мне реально порой бомбит от этих русских озвучек, что просто жесть. Не то, что озвучка плохая, а именно фразы вот эти, кто это придумал. Море волнуется разу, десятина. Боже мой. За что? Единственная вроде более-менее нормальная озвучка, это Усларка, которая меня более-менее доставляет. Ладно, сори. Не буду больше отвлекаться от темы, но просто немножко это досаждает. Ладно, 5-й левел. Получил у нас лондруид. И Ротикей, собственно, понимает, что пора, наверное, смещаться в сторону леса потихоньку. Или нет? Нет. Идет обратно на лайн. Окей, посмотрим сейчас. Что, как, кстати, в миде противостояние. Ну, пока Фантомка ровненько стоит на пару с Фризом. Тут, в принципе, все понятно. Но Фризу скоро будет страдать, потому что появится 6-й левел. У Фантомки и Критули будут, конечно, не щадить. Так, на боте Драка врывается у нас Финрир. Неплохо. Проблемы у товарища лондруида. Рычит. Ну, тут действует щиток. Дарксфера. Судши. К сожалению, лондруид погибает. Слардар здесь закидывает краш, но в итоге поздновато немножко. Ваш кор уже погиб. Продолжается погоня. У Слардара тоже проблемы. Скорее всего, он здесь тоже никуда не уйдет. Да. Это минус 2 очередные от команды Вичи Гейминг Джереми. Отлично сыграно. В мид перетянулся ФВА. Параллельно на топе оставили одного агрессива. Агрессив продолжает здесь фармить. Вернулся на лайн уже лондруид. Попутно в лесу здесь подфармливает немножко Фриз. На линии у Ленина тут все хорошо. Будет фармить себе сразу Ю. Выход делать. В миде пока что оставили одну фантомку. Фантомка же 6 левел имеет. Критули работают. Ну и теперь так же будет, наверное, страдать потихонечку Лина. Хотя с другой стороны посмотрим. Опять же, если фантомка поставится под стан, под дизебл какой-нибудь, скорее всего, погибнет. С большой долей вероятности. Ну что, а тут смакуилась-ка тем временем от команды FTD Клапси. Побежал у нас Слардар на парус Легион Коммандор. Туда-то в сторону леса. Ну, в этой Легионке дуэли нет. Я не знаю, насколько это удачно. Удачная идея. Краш залетает в итоге по Фризу. Критули прокает. Погоня продолжается. Откидывается станом неплохо, но погибает, к сожалению, сам. Произа атак работает. И Слардар здесь никак не умрет. Перетягивается Фенрир, кстати, в Венвизии. И под щитком Дарксира. И сразу Сентрик. Сентрик, который пока что не палец. Вот сейчас палился по идее. Должен понимать Фенрир, что его видят. Да. Камушек залетает неплохо по Фантомке. Но продолжения как такового никакого нет. Здесь погоня за Ротикеема от Лондруида. Порни не прокают никак. Упорно вот только сейчас прокнули. И Ротикею больно. Ротикею очень больно. Сурш, что он уже потратил. Ему просто в спину наваливает этот медведь. Бешеный бежит. Он в итоге до Шрайна. Шрайна-то нет. Но здесь уже Фриз на подсеве. Так что Ротикея выживает. Ротик. Ротик выживает. Ладно. Ой-ой-ой. Какая замечательная руна достается сейчас мидеру команды FTD Клапси. Можно ворваться и лицо сломать. Например, Фризу своими даггерами и критулями. Если прокнут, конечно же. Уповаем на критулю. Там в позиции находится Фенрир. Поставил Вижн. Пока что ждет. Охраняет своего мидера. Оставили в покое пока что лондруида. Лондруид уже имеет седьмой левел. Кстати, что у него там по фарму? Пока что Физы только появляется у Мишки. А. На что денежки потратил? Непонятно. Ну ладно. Так, на топе. Возможно сейчас будет какой-то экшен. Пошли на соц. Неплохо. Ванды накинули на Легионку. Пресс за атак. И просто бежать. У Легионки, между прочим, уже шестой. Можно юзать дуэль. Фенрир неплохой камушек откидывает. На отходе. Не прикрывает отход у нас Эфвая. Эфвай пытается убежать. Но на спринтах все-таки у нас Лордар быстрее. Краш залетает. Нужно оставить фраг, скорее всего, для Легион Команда. Чтобы она выиграла дуэльку. Но. Нет, все-таки оставят. Все-таки должны оставлять. Критуля прокает. Нет, не оставляет в итоге дуэль, к сожалению. Фантомка забирает фраг себе. Очень жаль. Очень жаль, к сожалению. Ну ладно. В любом случае не страшно. Главное, что фраг оформили. Возвращается обратно на лаву у нас Фантом Ассасин. На топ также возвращается у нас уже Варлок. Вместе с Легионкой. Скоро появится Блинк Даггер у RZH. Далее будет он себе его делать. Ну и Лонд Руид продолжает формировать. Мидасик себе хочет Лонд Руид. Ну это, наверное, старый добрый через Рэддинс, я так понимаю. Лонд. Опять же, там немножко подрезали. Его теперь оранжевой билд не поделаешь, как говорится. Пока не... Там эта вот теперь штучка имеет замечательный колдал. Так что... Вольво говорит, что не сегодня. Ладно, тут выход от Фенрира и Фриза. Вкатывается неудачный Фенрир. Стан попадает. Выбили заряд рейндропа. На развороте. Шадоу Волк. Драка продолжается. Агрессив грызается. Производ атак. Пока что живет РЗТАш. Нужно давать краш. Побежал у нас в итоге Слардар. Пока что не знает, кого цеплять. Здесь перетяжка неплохая. В Антонке и ставится тактическая пауза. Потому что ФВАЙ вылетел. К сожалению. Да, сейчас это ключевой момент. Потому что вот они, два визажа. Два фамильяра, точнее, здесь находятся. Где сам визаж, кстати? Визаж далеко. Ну да, но вот фамильяры сейчас могут зарешать исход данного противостояния. И, безусловно, без ФВАЯ никак драться нельзя. Ждем, пока он вернется. Ну что ж, отжимается пауза. И давайте смотреть. Там улетает уже Фантомка в итоге на Фриза. Драка продолжается. Станом откидывается у нас Слардар. Проблема у Лины. Лина, скорее всего, погибнет. Лагуна Блейд. Лагуна Блейд шваркнул напоследок у нас. Фриз. Фантомку, но Фантомка с даггера добивает. Пресс за атак на Фантомку. Фантомка все еще живет. Есть тут фамильяры. Дуэль неплохо врываются. У нас в итоге на товарища ЗВАЯ. ЗВАЯ живет. Агрессив. Агрессив погибает, к сожалению. Это уже минус два от команды ФТД Клапси. Погиб, к сожалению, также у нас Слардар. Фантомка. Крит прокнул, но сама она погибла. И в итоге два в два размен. Вот так вот. На ровном месте подфидели немножко у нас ФТД Клапси. Ну и очередная пауза еще раз ставится. От агрессива. Ванг ЗАЛЕ. ЗХАЛЕ. Не знаю, что это значит. Если есть эксперты по китайскому языку, пожалуйста, черканите. Виз... Визи... Ладно, я не буду это выговаривать. Это язык сломать можно. Ладно, в любом случае неплохо. Разминались сейчас у нас парни из команды ФТД Клапси. Дюль, к сожалению, не выиграна была. Вот этот вот минус огромный. Но увы. Что ж, ждем. Пока что вернется в игру на сэвбай. По нетворцам все довольно-таки ровно. Не сказать, что кто-то один там начинает доминировать в плане фарма. Так что здесь пока что ничего не ясно. Кто выйдет победителем из данной ситуации. Ну что ж, отжимается пауза. Продолжается игра. Ротикея тут наглеет потихонечку. Чувствует себя тоже неплохо уже. Под четвертыми щитками. Даже Мишке больно, к сожалению. Фенрира тут оставляет на лайне пополучать немножко экспу. Нужно ему буквально еще пару хребочков до шестого. Безусловно, с магнетайзом драться поприятнее будет. Но, возможно, ему не дадут этого сделать, потому что... Ой-ой-ой, какая критуля запрыгивает. В итоге фантомка. Но выталкивает Фенрира ее подальше и улетает на Роллинг Болдере. Уезжает, наверное, правильно. Да, он же крутится. Ну, не суть. Смысл от этого не поменялся. Самое главное, что выжил. Ну что, фантомка начинает рашить себе дезолятор. Отлично. Как там дела по Блинк Даггеру у Легионки? У Легионки еще чуть осталось. Буквально 800-900. 800, да. 800 голды еще. Отличная математика. Мне лень сейчас считать. Если честно, посчитайте сами. Примерно 800. Там, может быть, и меньше. Как дела у Лондруида? Есть уже рецептик на Мидас. Остается еще пару крепочков добить. И появится уже полноценный Хэнд оф Мидас. Силы света укрепили свои сооружения. Регенерация. Так, в Миде. Фенрир вкатывается в очередной раз на Зет Вайл. Промазал всем, к сожалению, у нас Эру Спирит. Но фантомка выходит победителем из данного противостояния. Не удалось подцепить. У Варлока там пока что все плохо по фарму. Но это, понятное дело, полный саппорт. Здесь, скорее всего, мы ничего не увидим. Может быть, если удастся, мы там где-нибудь попозже чуть-чуть собрать Мидасик. Может, что-нибудь и нафармит. У Слардара также все плохо. Тоже нужен шестой Слардару, безусловно, чтобы уже накидывать свой Коррозив Хэйс. А там смог вылазка. Смог вылазка от команды Вичи Гейминг Джереми. И могут быть проблемы у Лондруида. Нужно отсюда уходить. Погоня за Лондруидом. Станом опять не попадает Фенрир. Крашем откидывается у нас Слардар. Лагуна Блейд. Слардар в таверну. Хотели, конечно, все-таки забрать Лондруида, но пришлось довольствоваться Слардаром. Полетели фамильяры. Прекрасно видит местонахождение Варлока. Боже, как Варлоку больно. Големы пошли на развороте. Варлок погибает моментально. Что происходит здесь? Стенка стоит от Дарксира. Стан залетает по Лондруиду. Лондруид тоже в таверну. Даблкил от Эфбая. Подходит у нас сюда Фантомка. Но Фантомке прыгать точно уж не стоит за это все дело. Как же больно разваливают фамильяры. Боже мой, бедный Варлок просто не знал, что с ними делать. Ну что ж, очередная хорошая драка в пользу команды Вичи Гейминг Джереми. Сейчас мы посмотрим графики. Как изменились мы вообще не смотрели, по-моему, еще ни разу. Но чуть больше 4000 по Галде. Преимущество за командой Вичи Гейминг Джереми. 3000 по ХП. Преимущество также за ними. В миде там у нас получают все-таки наконец-то Экспуси Беслардар. Очень хочет получить шестой. Но, возможно, ему это не дадут сделать, потому что здесь уже Фенрир. Здесь уже Ротикей. Давайте посмотрим. Нет, не удалось ворваться. Надо бы, наверное, щиток еще на Фенрир накинуть. Еще плюс руну невидимости он забирает. Отлично. Просто отличный комбо вомбы сейчас будет, по идее. Да, побежал наш Фенрир уже Арспирит. Готов ворваться, если что. Как там дела у Легионки-то все-таки? Вот, наконец-то, Блиндаггер появляется. Пора уже выигрывать, наверное, дуэли потихоньку, да? Пора бы. Там попутно уже бегает у нас Варлок. Завет Вижен. Поставил обсервер за Тавр. Дабы контролировать всю ситуацию. А здесь погоня за Слордаром. Слордар откидывается Слизеринг Крашем. И выживает за счет этого. Слизеринг. Слизеринг Краш. Слизеринг. Слизеринг. Нинг. Короче, ну вы поняли. Ну что, на топе упал в итоге Т1. Продолжает дальше пушить у нас команда Фиди Клапси. По амиду собираются втроем у нас команда Вичи Гейминг Джереми. Возможно, сейчас также будут забирать Т1. Потихонечку настакивает уже на себя фриз пассивку, которая первого левела. Ну, это все лучше, чем ничего. Глим фортификации прожали и FTD Клапси. Попутно здесь у нас фармит у нас Слордар. Наконец-то, вот он получил шестой у него уже есть. Ну, теперь можно с Коррозив Хейзовым подраться. Так, здесь Магнитайз забирает в итоге Фонтонку. Врыв неплохой от Фенрира на пару с Агрессивом. Понимаю, через Инфест бомбу. Ну да. Ну и мид забирает в итоге Тауэр себе в миде команда Вичи Гейминг Джереми. И Агрессив постепенно вырывается вперед в плане фарма. Так, у нас на топе. Возможно, сейчас будет какой-то врыв на Агрессива самого, если он подставится. Нужно быть аккуратнее. Есть все-таки Блинк Даггер у нас у Легион Коммандер. И можно прыгать. Ну, Агрессив очень плотный. Его очень долго будут забирать. Надо очень много бёрст урона. Подрубается у нас Мишка. Ну что, надо прыгать. За атакой прыгать. Ну, Агрессив все прочехал. Пронюхал, прочувствовал. Нужно называть как хотите. И в итоге уходит отсюда. Или нет. Или не выходит. Агрессив. Вгрызается. Потрачен был Рор. Големы на развороте. Дуэль. А здесь уже Эротикей. Вакуум. Стяжка неплохая. Стенка сверху. Ро отцы пошли. И Легионка погибает. Урон-то хоть не отдала? Нет, не отдала. Самое главное. Забирает еще Големы. В итоге Агрессив. Отлично сыграно от команды в среде клапси. В топочках, конечно же, нет. Провальная агрессия. И очередной фраг в копилку команды Вичи Гейминг Джерми. Дэдэшка, кстати, есть у Эрспирита. Ой-ой-ой. И Ландруид еще погибает. Это тут крайне неприятно. Это крайне неприятно. Тут Соло Фрис оформляет фраг через Юл. И проказ свой. Отлично. Еще один фраг в копилку у Вичи Гейминг Джерми. Да. Все печально. Там Дэдэшка, я уже говорил, что есть у нас у Фенрира. И он может врываться. У него, кстати, на него действует, если что, щиток Дарксира уже закончился. Нужно еще один накинуть. Готов он вкатываться. Если что. Силы света укрепили свои сооружения. Так, у Фантомки наконец-то появляется Дезолятор. Ну что, уповаем на криты? Хотя, учитывая то, что как сейчас начинают фармить у нас... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Джуниор Джерми, конечно же, то... Дезолятор уже не имеет смысла. И действительно, оно так уже. Десять тысяч преимущества за Вичи Гейминг. Почти десять по голде и по ХП. Это очень много. Как ни крути, в мид перетягивается Вичи Гейминг. Проблемы могут быть у Лондруида. Нужно ему отсюда уходить. Лондруид уже почти выформил себе... В скобочках, конечно же, нет. Радианс купил себе рецепт. Отлично. Дай бог ему здоровья с этим рецептом. Но, видимо, в какой-то ситуации, когда была ситуация патовая, понимал, что... Будет умирать в любом случае. Купил себе сразу этот замечательный рецептик. Чтобы лишний раз деньги не терять. Агрессив на развороте Ванды заюзал в итоге на нем Мишку, но Мишку призвали к себе поближе. Там Солар Крест уже есть у визажа, я так понимаю, да. Откидывается пока что у нас Фантомка Дагерами, но этого мало. Этого мало, к сожалению, отступают. Пока что у нас команда Вичи Гейминг Джереми. Может быть, на Рошана пойдут? Ну, а почему бы и нет? Ротикея уже рядышком стоит. У Ротикея есть Мека, если что, подхиляет. Минус армор также имеется. Накинули Солар Крест. Есть там Блайтстон. Изолятор бы, конечно, хотелось бы для Лайфстилера, но Агрессив пока вот только себе выхнули на Сашу Яшу. Которую надо, кстати, себе донести. Подходит сюда также Фриз. Рошан падает. Прекрасно должны понимать, где находится сейчас команда Вичи Гейминг. У нас FTD Клапси. Но они не успеют. Да, не успеют на Рошана. Забирают себе у нас Вичи Гейминг его. Забирает себе Аегис Агрессив. Врыв хороший от Финрира. Магнетая стяжка. Вакуум сверху стенка. Моментально стирают Варлока. Минус Легион Командер. Просто текает отсюда со всех ног. Просто Зет Вай бежать. Бежать. Пантомочка подальше. И моментальный минус 2 от команды Вичи Гейминг Джереми. Отлично сыграно. Можно забирать Т2 по миду. Сразу же и пытаться, наверное, уже ломать Т3. Как вариант. Ой, как все плохо сейчас для команды FTD Клапси. Фармит там худо-бедно Слардар. Свой Блинк Даггер. Очень хочет. Вот он наконец-то у него появляется. На 19-й минутик. Очень поздно. Ломает в это время у нас Т2 по миду команда Вичи Гейминг. Т2 падает. Ну и можно отступить теперь группироваться. Вот наконец-то Сия прилетела для агрессива. Ну и далее мы понимаем, что не за горами покупка. Как раз таки Дизолятора. А с Дизолятором будет еще больнее. Так, у нас здесь Фантомка загуляла. Сейчас бы спалиться бы, но нет. Это не нужно. Итак, что мы имеем после последних разменов? Ох, господи, как мне больно смотреть на эти графики. Уже почти 15 тысяч по голде. Преимущество за командой Вичи Гейминг Джереми. За 10 тысяч по XP. О, мой бог. Просто маму не горюй. И это на 20-й минуте, ребят. На 20-й минуте преимущество в 15 тысяч. Это отвратительно плохой знак для команды. Ведь FTD Клаб Си, конечно же. Ну что, Блотстон готовый появляться у Фриза. Фриза также играет через стратегию. Минус Респтайма. Кримсон Гвард тебе приобретает Роти Кей. Отлично. Ни одной дуэли пока что Легионка не выиграла за игру. Ну а попутно на топе у нас команда Вичи Гейминг начинает пушить Т2. Т2 будет падать. Ну что ж, первый Митрилхаммер появился уже для Агрессива. Так, там Фенрир где-то погиб. Но вот она, первая дуэль, наконец-то же, для Легионки. Фенрир уже загулял немножко. В это время Слардара охраняет своего Медведя, который фармит. Он Медведь себе очень хочет выформить Рейденс, но Рейденс какой-то очень поздний будет совсем. Прям вот совсем поздний. Уже 21 минута, а там у него всего лишь 2200 на руках. Медасик себе также хочет Варлок. Но хотеть, как говорится, не вредно. Так, 2500 на руках у Лондруида. Нельзя умирать ни в коем случае ему, потому что, наверное, единственная надежда своей команды на камбэк. Ну вот, конечно, и Фантомка еще, но у Фантомки тут все печально. Нужно БКБ тоже выформировать. Ну что, подуспокоилась пока что игра. Все еще имеется Гида Бессмертия, а через 2 минуты пропадет. Нужно идти реализовывать. В принципе, все этого Рауза позабирали у нас Вичи Гейминг Джереми. Единственный вариант идти теперь, наверное, на ХГ. Ну, похоже, пойдут по боту как-то пытаться кого-то еще найти попутно, но не торопятся особо, ребята. Ну что, Агрессив готов заходить на возвышенность. Ломать Т3, начинает кромсать потихонечку. Здесь у нас Варлок, банды накинул, пошел Рейдж. Глейф прожали. Летит уже готовый Дезолятор, да. У Агрессива теперь есть Дезолятор. Тавр будет падать еще быстрее. Краш откидывает у нас в итоге Слардар. Медведь бегает. Его просто пробивают Фамильяра, отгоняют. Корзи в Хейст на Агрессива. Работают Фамильярчики, работает Агрессив. Тавр падает, подходит Фриз сюда. Также проблема у Мишки. Мишка погибает. 300 голды на халяву подарили сейчас Вич и Гейминг Джереми. Нужно нового вызывать, наверное. А Мишка на КД. А вот новый Галли. Мы пошли на развороте неплохие. Агрессив, грызается. В итоге вакуум, стежка сверху. И минус Слардар моментально. Драка продолжается. Замедлили Мишку. Мишка живет, пресс-атак на него кидает. Проблема у Варлока. Варлока просто моментально стирает. Это уже минус 2. Отцами откидывается в итоге Легионка. Очень больно Фризу. Но Фриз выживает. Падает первый барак на боте. И можно отступить. Наверное, я или Агрессив так не считаю. Все-таки он хочет забрать этого медведя. Очень. Но, увы, ничего не выходит. Минус бот у команды. FTD Club C перетягивается сразу на мид у нас. Команда Вич и Гейминг Джереми. Не потеряли, я так понимаю, даже они Аегис. Да, Аегис и так скоро пропадет. Наверное, стоит отступить. Переждать этот момент. Как раз-таки Агрессиво. Ой-ой-ой, Легионка подстряла. Ну как же так неаккуратно, молодой человек. Подстанели. Еще у нас Фантомку. Фантомка успевает. Ублинковаться отсюда подальше. Хороший краш по четверым. Отцы туда же. Но моментально стирают Венрира. Но также умирает Ислордар. Драка продолжается. Легионка вернулась после байбека, я так понимаю. Да, после байбека. Драка продолжается. Фризы хотят забрать у нас в итоге Фантомка. Но погибает сама. Аганим появляется у нас уже у Фуая. Убегает отсюда у нас РЗХ. Бежит Агрессив на Сурже. И просто ест эту Легионку. Легионка после байбека. Ее точно не будет. Сьюзит Шрайн. В итоге у нас Медведь пытается хоть как-то жить. Но в это время ломают просто Т3 на миде. У нас команда Вич и Гейминг Джерми. Шикарная драка очередная. Ничего не смогла сделать. Ни Фантомка, никто. Подняли Мишку. Сейчас будет залетать проказ. Вгрызается просто у нас в Леу Нана. И он погибает. К сожалению, байбек у него тоже нет. Это похоже к Гудгейм. Похоже на то падает мид. Два героя только в живых. У команды Т2 Клапси. Этот Варлок на парусе с Лордаром. Они, к сожалению, ничего не могут сделать. ГГ пока что не пишут. Но я не знаю. Тут начинается фит. Остается в живых только один Варлок. Отступает пока что у нас Вич и Гейминг Джерми. Не знаю зачем. Да, действительно. Очередной у нас Лагуна Блэйд. Залетает в лицо Варлоку от Фриза. Гудгейм. Отлично сыграно. Поздравляем команду Вич и Гейминг Джерми с победой. Очень легко им оно, конечно, далось. Сразу видно, что ребята были на голову выше. Ну или возможно просто в Т2 Клапси с пиком прогадали. Кто его знает. Но в любом случае 25 минут. И вот так вот легко заканчивается. Ну что ж. Это еще не все. Напоминаю, что данная встреча проходит в формате Best of 2. Впереди нас ждет еще один матч между этими двумя коллективами. Сейчас мы будем прерываться на небольшую рекламу.